Ирина Кузина Мы очень рады вас видеть Добрый день Сегодня у нас добрый друг и товарищ в гостях И сегодня с нами также Елена Румянцева Вот она относится к категории заказчиков, которые еще сомневаются И мы, наверное, в течение всего нашего проекта будем вас убеждать в том Какие есть плюсы в тех домах, которые строит Андрей Я правильно поставила? Добрый день Да, абсолютно верно Ну что же, давайте напомним нашим дорогим телезрителям-радиослушателям Сколько времени вы уже находитесь на рынке Какие замечательные и красивые дома вы умеете строить? На рынке компания, которой я являюсь учредителем и владельцем уже более четырех лет Это именно первая компания, которой я владею самостоятельно Строим мы в основном сейчас каркасные дома В двух вариациях Под заказчика, когда заказчик заказывает подряд на строительство дома На своем участке И второй вариант Это строим дома на своих участках Либо в одном месте Это у нас Колесниково было Сейчас мы заканчиваем этот проект Новый наш проект Небольшой коттеджный поселок в деревне Греблево То есть там мы покупаем участки сами Делаем инфраструктуру И продаем уже готовые дома Готовое решение для жизни Насколько мне известно Вы придерживаетесь весьма демократичной политики в отношении своих заказчиков Это касается и стоимости, и услуг других Поподробнее Мы пытаемся дать людям готовое решение То есть основной наш клиент Это люди, которые берут, приобретают землю в ипотеку Мы думаем, что людям лучше дать готовое решение То есть это не только коробка, не только дом Но и коммуникации То есть человек может полностью уже платить спокойно ипотеку Не вкладывать деньги, доделывая ремонт Доделывая сантехнику То есть взял ипотеку, платишь одну сумму ежемесячно И уже полностью живешь в готовом продукте Эксплуатируешь его Елена, вот посмотрите, какой замечательный у нас друг и товарищ А вы относите себя к категории заказчиков, которые сомневаются Давайте немного поподробнее о вас узнаем Расскажите Да, мы планируем постройку дома в ближайшее время То есть у нас уже есть в принципе земля Только именно земля своя И соответственно Мы с Андреем познакомились поближе Вот В том плане, что хотелось бы больше узнать Вот именно как мы можем построить дом по цене нашей квартиры То есть у нас есть квартира И вот мы хотели бы вот такой вариант А квартира у вас однокомнатная? Трехкомнатная Трехкомнатная, да То есть вы хотите сделать вот такой Да, дом по цене трехкомнатной квартиры А вы сможете ответить на этот вопрос? С места в карьеру сразу Нам сейчас не совсем понятна стоимость этой квартиры Потому что все-таки рынок квартиры он неоднородный Где-то стоит 9 миллионов, где-то 6 миллионов Ее надо осмотреть, оценить И тогда мы будем понимать стоимость квартиры И можем понимать стоимость того дома, который мы можем сделать Однозначно могу сказать, что в любом случае дом построить за стоимость квартиры мы можем Это без сомнений Тут будет просто вариация по поводу квадратуры Квадратуры, да И наполнения То есть я всегда пытаюсь своим заказчикам сказать, что может быть лучше где-то немножечко ужаться Но получить более комфортный результат То есть допустим отопление, там еще какие-то свои фантазии реализовать То есть может быть это будет чуть подороже Но все-таки вы строите дом, ну кто-то на всю жизнь один Кто-то конечно там перестраивает, достраивает Но все же не экономить, а получить тот продукт, который вы хотите Но не надо его размазывать на огромное-огромное количество непонятной площади Непонятной площади, за которую надо будет потом еще и кстати платить Да, вот я хотела спросить, у вас дети есть? Да, конечно Сколько? Десять лет Десять лет один ребенок То есть вы, соответственно, думаете еще вперед, чтобы вам хватило? Да, да, конечно Сколько это? 80 квадратов? Мы планируем 160 160 Да, двухэтажный Понимаете задачу Но вот в этом смысле хотела первый вопрос задать Тоже мы собрали эти вопросы от наших заказчиков Из каких материалов строится дом? Где вы их покупаете или у вас свое производство? Своего производства у нас нету Мы сотрудничаем с большими федеральными компаниями Одна из них это Техон Николь Это наше русское производство, которое нас снабжает множествами продуктов Это утеплители, это отделочные материалы, это кровли, это фасады То есть это проверенный поставщик, который нас не подводит ни по качеству, ни по срокам Поэтому мы закупаем в основном все у больших федеральных компаний Что позволяет нам сделать более дешевое предложение и не экономить на качестве То есть вы таким образом сотрудничая у вас с заказчиком Есть фиксированная какая-то сумма, которую вы вначале обсуждаете Обязательно И в течение всего строительства эта сумма не меняется Или могут быть какие-то изменения, допустим, что вам придется предложить Доплатить Доплатить, да Вот, например, 160 квадратных метров То есть мы уже не укладываемся Смотрите, здесь заказчик, допустим, Елена говорит, что я хочу вот это И рассказывает, что она хочет туда наполнить То есть какими вещами она хочет это все сделать В деревянной отделке, в квартирной отделке С какими-то там, может быть, плитками с Италии, я не знаю Ну вдруг, если это все-таки не готовый продукт, а под заказчика Мы можем это сделать все И делается коммерческое предложение, где будет прописан весь перечень материалов и стоимость Эта стоимость является неизменной на весь срок строительства То есть сделали коммерческое предложение, если оно устраивает, подписали И пока мы не подписали итоговый акт, она неизменна Зачастую бывают моменты, когда заказчики в процессе понимают, что они где-то что-то хотят добавить То есть были такие случаи, когда люди заказывали дом, а потом в процессе понимали, что хотят еще сделать ремонт То есть какие-то коммуникации добавить То делается доп. соглашение, и мы его подписываем, исполняем Но нет такого, что мы заключили сделку, прописали стоимость А потом человек ничего не захотел, я говорю, с вас, пожалуйста, еще миллион Такого у нас нету Очень бы хотелось, конечно И человек такой в шоке Многие строительные компании во времена ковида на самом деле так и делали Потому что тогда был бешеный рост цен на материалы Даже тогда мы не делали, мы не нарушали условия договора Подписали, мы его исполняли А сейчас-то как вы думаете, прогнозируете, как будет складываться ситуация с ценами? Ну, вот у нас сейчас были погодные условия довольно-таки не зимние Был вопрос с вывозом кругляка с леса То есть у нас каркасные дома, это все-таки дерево И цены на пиломатериалы выросли примерно процентов на 25 Это случилось одномоментно Сейчас цена пошла немножечко вниз То есть это вот форс-мажор Но, опять же, цены для всех наших людей, которые подписались Или в процессе подписания, они зафиксированы Сейчас пошел небольшой откат То, что касается, в принципе, самих цен У нас всегда идет подорожание с нового года Оно небольшое, но оно есть на какие-то позиции И, как всегда, люди начинают весной просыпаться Начинают с дачный сезон, мы хотим дом И вот тут происходит скачок цен в среднем от 5 до 25% на какие-то позиции Андрей, перебью вас То есть вы предлагаете вот именно сейчас заключать договор Не ждать весны, правильно я понимаю? Я всегда говорю так Дело даже не в моей компании Я советую всегда людям так Если вы хотите построить дом Думать можно до бесконечности Но дешевле она от этого не будет Ну, то есть, опять же, на примере не домов, а машин Машины стоили год назад Чуть побольше года назад Миллион шестьсот какой-то китаец Сейчас эта же машина стоит 3200 И она не подешевеет Если вы хотели машину, но думали, а эту ли я хотел, а вот эту ли я хотел А это необходимое жизненное Ну, теперь вы из нее переплачиваете 3200 Просто есть заказчики, которые просто думают, фантазируют Это одна история Если вы хотите дом, можно проговорить всегда какие-то моменты по поводу начала строительства Отнести, может быть, когда-то Может быть, проговорить какие-то моменты еще Но оттягивать, если действительно он нужен Смысла, мне кажется, никакого нет Так может быть, имеет смысл до Нового года Заключать договоры И фиксировать эти суммы А потом уже, как говорится, разобраться по ситуации К сожалению, заказчику я так и советую Здесь единственная сторона, которая рискует, это я Потому что То есть у заказчика, я так понимаю, цена не поменяется Нет Тогда Нового года Я еще раз говорю Приходит к нам человек Он приходит к моим девочкам К менеджерам Они с ним могут проехать по домикам Сделать экскурсию Проговорить пожелания Выдать коммерческое предложение Но коммерческое предложение действует когда-то неделю Когда-то 10 дней, когда-то 5 дней И когда человек приходит через 2 недели И говорит, дайте мне вот эту стоимость Она может быть другой Я поняла Понимаете? А мы немножко делаем паузу Да, мы ждем весны Вы ждете весны А мы немного подождем Потому что у нас рекламная пауза Это тема дня Скоро встретимся снова в нашей студии Оставайтесь с нами, дорогие друзья Дорогие друзья Мы снова в программе Тема дня Рекламная пауза прошла быстро С нами сегодня Елена Румянцева Андрей Гусев Сегодня соображаем на троих Как обеспечить хорошей ценой Хорошими материалами строительными Нашу Елену Потому что она относится к категории Сомневающихся заказчиков Но все-таки в начале программы Я так поняла Что вы больше склоняетесь к строительству Чем все-таки минусов И осталось кое-какие нюансы выяснить И пользуюсь такой уникальной возможностью Что перед вами сегодня и строитель И учредитель Можно договариваться о хороших ценах И в общем-то вариантах Ну давайте теперь более серьезно Как я уже объявила У нас в начале программы Поступило очень много обращений От наших телезрителей И они носят уже частный характер Давайте попробуем ответить Какая крыша лучше Скатная или плоская Интересует цена, качество, практичность И долговечность Все это относится к вашим домам Которые вы строите Нет в строительном деле вопроса Красивее, лучше Есть предпосылки Как это технически правильно сделать То есть если у нас крыша должна быть эксплуатируемой Тогда надо делать плоскость Чтобы туда попадать, чистить Может быть эксплуатировать Не знаю, вместо балкона чай пить То есть вот так могу ответить на этот вопрос Нет у нас такого, что вот это лучше, а это хуже А по цене? По цене, конечно, у нас плоская крыша будет в разы дороже Потому что если мы говорим о том, что дом стоит Делается либо мансардный этаж Либо полуторный этаж Часть кровли является потолком Это позволяет сэкономить строительные материалы Сэкономить на работе Если мы говорим о том, что у нас дом двухэтажный Можно также сделать двускатную простую крышу Если мы делаем там плоскую крышу Это дополнительные расходы на материалы Потому что это сложный конструктив То есть там добавляется определенный пирог Там уже используются определенные материалы Как такие, как наплавляемая кровля Опять же с техно-николи То есть это немножечко другая история Которая требует других материалов И количества материалов И это уже дороже И я все-таки бы советовал Относиться к плоским кровлям Как к чему-то необходимому То есть у нас был такой заказчик Он делал дом очень большой С фальсклика Большое остекление Но именно проект подразумевлял под собой Что это плоская кровля То есть мы сделали обрамление фасада Сделали маленький уклон И делали наплавляемую кровлю И это ему стало дороже Но сам проект визуально Не подразумевал под собой другого решения То есть то, как он себе захотел То, как мы ему нарисовали Мы не могли сделать там вускатную кровлю Даже в стиле шале Низкую Тоже не могли Только плоская То есть Ну это согласно проекту Ну от этого не Ну только цена Ну я поняла, да Что цена А долговечность практическая Практичность одинаковая Вот, значит, смотрите Еще какой Как делается коммуникация Вода это скважина или колодец И делают ли септик Да, это очень интересно Тех продуктов, которые мы говорим Что это готовое решение под ключ Мы всегда делаем Канализацию Мы делаем водоснабжение Все зависит от расположения Участка То есть где-то это только скважина Потому что колодец невозможен Где-то это будут септики Где-то это будут станции Биологической очистки Опять же, в зависимости от того Где мы находимся Да Но и это зависит от заказчика То есть если мы говорим Что колодец мы сделаем На 12 колец И это будет стоимость 150 тысяч рублей Уже в доме Грубо говоря, вода у вас будет То скважина Это может быть 300 тысяч рублей И вода у вас будет в доме То есть стоимость дороже То же самое по септикам Если мы говорим Что мы делаем Бетонные кольца с переливом Там 3,2 Этого достаточно Чтобы эксплуатировала семья Ну там надо будет Ее приезжать периодически чистить Но стоимость монтажа Такого септика Будет стоить там 45 тысяч рублей Если мы говорим О станции биологической очистки Даже там небольшой Это уже 160-170 тысяч рублей То есть тут уже должен отвечать На этот вопрос заказчик Готов он переплачивать Но хочу сказать Остановиться на моменте Со скважиной с колодцем Многие хотят переплатить за скважину Думая, что это хорошая вода На самом деле даже Вот мы делаем сейчас Скважины по 100 метров По 80 В известняке Все равно эта вода Насыщена железом То есть там все равно Есть минералы Все равно вы получаете Не ту воду Которую можно Как сказать Пить Это все равно техническая вода Которая требует Очистки А это дополнительные траты Поэтому иногда Я говорю, что лучше поставить Колодец Сэкономить И поставить отдельную станцию Очистки еще на воду И вы получите уже тот продукт Который уже будет Максимально комфортен На примере даже себя У меня стоит колодец У меня стоит станция очистки Именно водяная И когда я в ней руки мою Допустим Мне даже первое время Было некомфортно Она мягкая Она как Как будто ты каким-то маслом Или кремом Моешь руки На самом деле Есть такое различие Если бы ее не было Я просто бы Открыл кран У меня вода шла Со скважины То получалось бы Что я прям чувствовал Насколько она грубая То есть даже до такого Доходит То есть это опять же Принцип мой Что лучше Где-то немножечко Может быть сэкономить Ужаться Но получить более Правильный продукт Который потом В дальнейшем Будет проще И правильнее эксплуатировать С удовольствием То есть воду Из-под крана Можно будет пить С водоочисткой Да То есть делается Станция Либо колодец Делается анализ воды По анализу воды Специалисты говорят Какой набор должен быть В водоочистке И дает заключение После того Как они установят Техническая это вода Либо это уже вода Которую можно эксплуатировать Пить Либо только готовить То есть это все Полностью делается Отлично Вы над этим вопросом Уже думали, да? Да Какой-то вариант Для себя подобрали Ну а вот мне Знаете, что еще интересно А вы были вообще На площадках Где строят дома Нет, еще только планируете Да? Съездить Куда повезете-то? Я не знаю Куда душа ляжет Опять же В зависимости от того Какой отделочный материал То есть К чему ближе К квартирному варианту Либо все-таки К какому-то Более стандартному В дереве То есть То, что захотят Посмотреть Туда и повезем Опять же В зависимости от дома Одноэтажной Двухэтажной Площади Туда и повезем Показывать То, что будет ближе К пожеланиям Очень интересно Интересно А какой еще вопрос Есть у вас? Вообще у нас Самый такой главный Прям вопрос Это услуга Геодезия И геология Перед строительством Дома Вот она есть у вас? Смотрите Если мы говорим о том Что надо вызвать Геологию сделать Мы обычно этого не делаем Потому что Эта услуга Ну около 100 тысяч рублей То есть Приезжает буровая машина Бурит пробную скважину И делает полный расклад Что там у вас залегает Какие грунты И все остальное Если заказчики этого требуют Мы это сделаем Но это стоит денег Не все готовы Тратить на это 100 тысяч рублей Но она варьируется Там 89, 112 Это не столь важно сейчас Мы говорим о том Что мы несем ответственность И даем гарантию на дом Следовательно Мы даем гарантию И на фундамент И наши подрядчики Выезжают С которыми мы сотрудничаем Перед тем Как монтировать фундамент Делают зондирование То есть Есть механический прибор В виде штанги И грузика Они его определенную высоту Поднимают Опускают Штанга погружается В зависимости от глубины Погружения От каждого удара Есть таблица И они говорят Что несущая способность Грунта вот такая И говорят Что надо забивать Допустим Четырехметровые сваи И мы их забиваем Четырехметровые И даем вам гарантию На это Это в принципе Для вас ничего не стоит Для нас там Плюс пять тысяч рублей Поэтому Этого не требуется По поводу участков Опять же У нас есть Кадастровик Который приезжает Отбивает Границы участка Чтобы у нас потом Не было неприятной ситуации Что заказчик приехал Я хочу дом здесь Мы его здесь смонтировали А потом оказалось Что он на соседнем участке Поэтому мы Взываем нашего специалиста Он отбивает Не только границы участка Но и обычно делает Позу уже на земле То есть Зазбивает колышки Куда потом приезжает И монтирует фундамент Андрей смотрите А там еще вот Есть такой момент Обсуждения Например Там солнечная сторона Солнечный восток Нет конечно Смотрите Это происходит У нас есть Определенный алгоритм Который уже Вы говорите Я хочу вот такой дом С какими-то пожеланиями Я говорю Вот он стоит вот столько Вы говорите Меня устраивает Мы подписываемся Делаем рабочую группу И здесь начинаем уже Рисовать архитектурные решения Там какие-то Либо мы со своим проектом приходим Ну можете со своим прийти Со своей картинкой Вряд ли Со своим проектом придете Я имею в виду Да Картинка где Расположение там внутри Комнат дома У вас же есть свой проектировщик Конечно У нас два Два проектировщика Зачем вам учиться Да То есть Все равно Мы сначала делаем Именно архитектурное решение Это планировочное решение Внешнее решение Потом уже Мы его начинаем Отображать На кадастровой карте На участке Как его расположим Опять же Может быть входом Может быть выходом Это опять же С вами все согласовывается После согласования Уже все это Переносится на землю И монтируется фундамент Если мы говорим Это именно про ваш участок Если мы говорим Про наши дома Где мы строим сами То там Действуем сами То есть у нас есть Определенная линия Определенная архитектура И здесь уже К сожалению Вы поменять ничего не можете Но мы не можем дать Это разнообразие В своих проектах То есть если мы говорим Что строим сейчас 25 домов Они все будут Одинаковые стилистики На определенном расстоянии Если бы мы там строили Все разное Мне кажется Людям это не понравилось А вы уже примерно Понимаете Территориально Где будет ваш дом Вы нашли то место Золотое Да Да конечно Это деревня Павловская За Черногубово Очень красивое место Там Волга Там прям интересно Считаете что перспективное? Максимально Потому что Черногубово Застроено очень сильно Сейчас там сделали Съезд с платной трассы Та сторона Очень сильно развивается Но именно Из-за инфраструктуры дорожной Мне оно не сильно близко Потому что все-таки Это близость к городу Максимальная Практически черта города Там постоянные вот эти вот Пробки Вся история Поэтому я выбираю историю На трассе Вот я сегодня выехал С дома с Андрейкова И спокойно приехал В город Никаких проблем Я уже в городе тыкался В городе Да А где-то рядышком с городом Вы получаете как раз Проблемы с пробками сразу Чтобы выехать С Черногубова Вам надо проехать город Попасть на трассу И выехать куда-то Куда вы хотите Да Там сложность А я выехал А я выехал с деревни Выехал на трассу И могу попасть в любое место В городе Практически сразу же По трассе А вот у нас еще есть Два вопроса Я надеюсь мы быстренько Успеем их с вами пройти В отопление входит теплый пол Или только батарея Смотрите То что касается готовых решений Мы в базе Вкладываем конвекторы Электрические То что говорим сейчас Допустим О желании заказчика Если это одноэтажный дом По умолчанию Мы предлагаем Теплые полы водяные На электрическом котле Который в дальнейшем Можно врезать газовый И эксплуатировать уже То что говорим Двухэтажный Первый этаж Мы предлагаем заказчикам В нашем решении Это теплый пол водяной Второй этаж Это батареи водяные Опять же То что мы Мы так видим Правильно делать Ну а в принципе Заказчик может заказать Все что угодно Мы технически Чтобы это технически безопасно Ну поэтому говорю Что двухэтажный дом Это первый этаж Теплые полы водяные Потому что Делается пеноплекс Раскладываются трубы Делается стяжка 8 сантиметров Цементно-песчаная Да И все это Прекрасно эксплуатируется На второй этаж Мы не монтируем Теплые полы Из-за того Что вот этот конструктив То есть это утяжеляет Поэтому второй этаж Мы всегда делаем Именно радиаторами Если заказчик захочет Технически Это можно сделать Но это опять же Будет большой плюс К цене Потому что надо будет Делать перекрытие Второго этажа Уже с определенных Конструктивных балок То есть это плюс 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 Здесь я говорю Мы предлагаем То что не удорожает И то что будет практично Знаете еще Вот Я хотела уточнить Обрабатывается ли дерево Защитным огнеупорным покрытием Если нет То можно ли заказать У вас такую слугу И чем обрабатывается Дерево снаружи Смотрите То что касается обработки Так как материал приходит Весь к камерной сушке Он уже не подвержен Грибку Плесени Он не требует обработки Тем более мы его закрываем Со всех сторон Но то что касается Нижнего конструктива То есть это Обвязка Половые лаги Черновой пол Он весь обрабатывается Огнебиозащитом Это неамид 430 Для агрессивной среды Потому что все-таки К земле Материал дерева Располагается довольно-таки ряд И чтобы оно не подвержено Было внешним факторам Мы его обязательно обрабатываем То есть там где как раз У нас земля Там где у нас тут дальше Стены, каркас Это все закрывается И не требуется Если заказчик переживает Какие-то Вот у него переживания Что надо обработать Конечно все это проговаривается И можно дополнительно Сделать обработку Всего каркаса Вот время подходит к концу И самый главный вопрос Почему вы все-таки Решили выехать Из квартиры В свой дом Ну потому что У нас это просто мечта Мечта, цель Вот И ну как бы Хотелось бы конечно Чтобы этот дом Был хорошего качества В любом случае И очень надеемся Что мы будем сотрудничать С Андреем Потому что нам очень понравилось Именно то что предлагает Его компания Вам слово предоставим Отвезете На какое-нибудь Своё место Показать И где вас можно найти И почему надо бежать Быстрее До нового года И заключать договор Ну смотрите опять же Бежать никуда не надо Мы живем И как бы завтра Жизнь не кончается Есть всегда Разные обстоятельства Просто есть люди Которые немножко сомневаются Которым надо подождать А кто-то хочет Весной въехать Весной въехать То надо уже сейчас Бежать Бежать Да Где нас можно найти Это выставочная площадка ТЦ Тандем У нас там выставочный домик Есть Там сидят мои девочки То есть можно прийти Нас найти Сейчас мы заказали Баннер В виде меня В полный рост Который будет показывать На наш домик Чтобы нас легко было найти И конечно вконтакте Группа Андрей Гусев Очень много информации Мы там выкладываем Обзор на наши дома Показываем Что мы делаем Процессы То есть вот там Наверное Да и просто по запросу Мы нашли Андрей Гусев По запросу Да Андрей Гусев Как хорошо Вы занимаетесь Развитием своего Личного бренда Отвечаете На вопрос Я готов отвечать За то что мы строим Лично Поэтому я не боюсь Говорить что я Не какая-то там Компания под каким-то Не знаю Слоганом Я вот я И я готов всегда Ответить за себя И за то что строю То есть вы пытаетесь Говорить о стройке Человеческим языком Пытаемся Пытаемся Именно это Вы много поняли О чем мы говорили Да конечно Взяли на вооружение Да Очень информация Ну дорогие друзья Мы заканчиваем Нашу программу Я благодарю вас За то что вы пришли К нам в студию Так смело задавали Вопросы Делайте выводы В помощь вам Андрей Гусев Который открыт Так же Как ко всем Нашим зрителям Нашей большой Аудитории Сегодня с нами Был Андрей Гусев Который занимается Строительством Домов В Верхневолжий И не только А так же еще И в Московской области То есть он развивается Расширяет свою географию И с нами сегодня Была Елена Румянцева Которая скорее всего Из минуса Уже перешла В категорию Большое спасибо Что пришли к нам в студию Всего доброго И до новых встреч А это была Тема дня С вами была Ирина Кузина До свидания Редактор субтитров А.Семкин